Здравствуйте, друзья! Представляю вам вьетнамский замес. Почему замес? Сейчас узнаете. Играем против взвода. Правда, взвод микс, там частично турки. Из клана Тор есть. Один бравый парень. И еще с одного клана. А мы выступаем. Он с нами есть луч Дрестун из рандома. Ну все, тогда точно должны затащить. Со мной Марк, Маркуша, из клана Империал. И Илья Муромец. Ну раз Илья Муромец, полюбас должны затащить. Так, наши рандомовцы гибнут на левом фланге. Их один страйдер в топе просто уносит. Пришлось вмешаться и срочно помочь. Наша задача как можно больше удержать по времени по маякам. И тогда будет все шито-крыто. Тогда сможем нормально затащить по времени. Противник будет торопиться, совершать ошибки. И, соответственно, гореть, терять много мехов. Попробуй немного отвлечь противника на левом фланге. Можно даже было, конечно, попытаться маяк взять, но вряд ли они не позволят это сделать. Сразу появится эта гоночка за маяками у нас режим. Ну а вьетнамский замес, потому что это карта Валии. Вьетнамская военная база, заброшенная во Вьетнаме. Так, сложили буй на голову моему Оресу. Пытаюсь я вот такой финк сразу провести. Прыгаю, так сказать, в гущу событий, собирая на себя весь урон, успеваю уничтожить Ореса. Это круто, но что начинается дальше, конечно, предусмотреть этого я не успел. Просто кучно по мне сразу все стреляют и очень быстро теряют. Своего инвайдера, короче, косич, ну... Не надо было этого делать, Ватсон, но, тем не менее, я это сделал. Ну, поздно горевать. Будем помогать рандому в центре. Рандомы на Оресе. Круто, значит, хорошо помогут. У нас захватили наш правокланговый маяк, и его, конечно, нужно срочно отбить. Совместными усилиями в момент выжигаем вражеского фалькона. Маркуша прыгнул на инвайдере на маяк, и там появляется сразу инвайдер противника. Цэшки, конечно, действуют жестко, у них всегда агрессивная игра. Еще один фалькон появляется. Я стараюсь в первую очередь выбить, конечно, инвайдера. Причем драконы противника продолжают по нам упорно жечь сверху. Ну, хорошо, что хоть не по мне сейчас. Добиваю инвайдера и сразу сосредотачиваем свои усилия на вражеском фальконе. Удалось контратаковать правофланговый, отвоевываем. Так, пора отходить. Очень-очень агрессивно играют Цэшки, реагируют быстро. Не успел удрать в центре Меркурия, добиваю. Ай, какая грусть, какая боль. Не успел я убежать. Так опасно могут слить сейчас моего ареса, а мехов надо беречь очень сильно. Сказал Андрюха и пошел в последний бой на этом аресе сливать. Но до ластенда успею доработать на правофланговом дальнем. Противник еще до ластенда успевает довести еще одного ареса и теряя своего. Жесткий бой, стремительный достаточно. Думаю, он будет недолгим по времени. Но горят, горят красные, несут большие потери. Прыгаю на инвайдере на огнеметном, выжигаю сразу же ареса. Пытаюсь еще поджечь белого дракона. Довожу до ластенда, но отойти приходится отойти. Чувствую, что еще совсем небольшое давление, и мы закончим этот бой полным разгромом вражеского взвода. И все-таки хочу добить я этого дракона. Уж больно активный товарищ на нем воюет. Так, ну хотя бы успею дожечь этого ареса. Другой успел включить способности, и конкретно меня прожигает до ластенда сразу. Полбоя мы продержались, инициатива по времени за врагом, но у них мехи кончаются, поэтому на время можно плюнуть и продолжать давить. А значит, будем давить, и давить жестко. Пора прыгать, чтобы повредить оруднение системы врага, минимизировав по мне нанесение урона, и дожечь его после окончания способности. Растаяла команда красных, мехов у них осталось мало. Но до середины боя чувствовался страшный замес, даже еще было непонятно, кто возьмет. Нет, все-таки я считаю Редимиры низкоскорострельным оружием, которое не совсем подходит на белого дракона. Лучше на нем в идеале это аванжеры, вайперы и, конечно, имбиры огнеметки. Какой-то бешеный шустрый Пурс появился. Так, а сзади еще один Орес. Но это последние мехи вражеской команды. Так, у Пурса, видимо, стояла у мелкой пилотов. Сразу перезарядка способностей по достижению определенного количества ХП. Сбрасываю инвайдера, очень хочу прекратить этот стремительный жизненный путь столь наглого Пурсуера. И, пожалуй, на этом моменте бой я заканчиваю, друзья. Уроны, чувства, будут в конце большие. Этот миксовый взводстр сражался яростно, великолепно себя проявил. Луч Дрестун, ты выжил, братан, в этом замесе, молодец. Просто красавчик, часто мне попадается в сольных боях. Бой оканчивается нашей победой. Друзья, я, Маркуша, Илья Муромец и, конечно же, луч Дрестун и два рандомовца затащили этот вьетнамский замес у целого взвода. Просто красавцы. Спасибо всем за внимание, всем успешных побед и до новых встреч!